В этом году Юрий Камил Чермашев перешагнул порог официального долгожительства. Ему исполнилось 90. Несколько лет назад он ставил перед собой задачу максимум – дожить до этой почётной даты. Сегодня планы поменялись. Обязательно хочу жить. Первое в следующем году чемпионат Европы полёгко ответите. У нас, в Минске, право быть. Хочешь посмотреть, как будет выглядеть на этом? В 20-м году первый выбор в парламенте. Наш парламент неплохой, хороший документ, законы принимает хорошие. Хочу посмотреть. То, что в своём авторитетном возрасте Юрий Камилович живо интересуется событиями, происходящими в стране, неудивительно. За плечами два высших образования и многолетняя руководящая работа на ведущих минских предприятиях. Хочется посмотреть, а что будет дальше с городом, с нашей жизнью. Это же очень интересно, понимаете. А вот семью заслуженному человеку создать не удалось. Одиночка по натуре Юрий Камилович и сейчас старается обходиться без посторонней помощи. Я утром делаю физзарядку. Каждый день, каждое утро. Но годы, конечно, берут своё. Доки не держат. Дальше выходил. Когда Юрий Камилович узнал о новой форме социального обслуживания, договоре о социальной ренте, в соответствии с которым квартира, а у него двушка в центре города, переходит в собственность Мингородсполкома, то подписал его, не задумываясь. Объезд, договор, пожизненно. Ну почему бы я не должен быть против этого? Зато взамен, говорит пенсионер, он получил полный пакет социальных услуг и ежемесячную выплату ренты в размере двух базовых величин. При этом полностью сохраняется его пенсия. Я только говорю за телефон, за телевизор и домофон. Это небольшая сумма. А остальное оплачивает государство. Но, пожалуй, самое главное, говорит, что он получает взамен за свою квартиру, это всеобъемлющая забота. Такой глубокой заботой, что удовлетворит человека, чтобы он душевно был доволен. Это очень хорошая форма работы об одиноких пенсионерах. К слову, договор социальной ренты дает человеку выбор – оставаться в своей квартире или поселиться в доме-интернате, где ему предоставят комфортную одноместную комнату, пятиразовое питание, круглосуточное наблюдение, медицинское обслуживание и досуг. Юрий Камилович предпочел жить дома. Юрий Камилович, я пришла. По желанию пенсионера за ним закрепили прежнего социального работника Людмилу, которая посещает его пять раз в неделю. Юрий Камилович, чаек будем пить? Будем. И кексик вам свеженький послала. Вводим пить. Вот, пожалуйста. Осталось добавить, что с 2012 по 2018 год в стране заключено 24 договора социальной ренты. Услугой пожизненного содержания с иждивением воспользовались 29 человек, в том числе две семейные пары. Все они – жители Минска.